В условиях нынешней непростой экономической ситуации, как никогда, важно развитие предпринимательства. Поскольку бизнес и государство кормят, отчисляя налоги, и дает работу простым гражданам, а кроме того, зачастую развивает окрестные территории. Все это могло произойти и в случае с одним хорошо известным горожаном крупным тверским объектом. Но пока, как говорится, увы и ах. Тверь, Московское шоссе, южные ворота столицы Верхней Волжи. Казалось бы, очень престижное место, однако уже далеко не первый год его украшает, в кавычках, солидных размеров объект. Словно бы в насмешку названный интерьер-холл. В насмешку это потому, что с интерьером там явная беда. Вот мы видим, что вот этот объект заброшенный в Твери стоит уже много лет, и здесь сплошные издержки, потому что не платится ни арендная плата, не платится налоги, не платится НДФЛ. И поэтому, конечно, место занимает вот такое безобразное состояние, мы видим на самом въезде в Тверь. А ведь как все многообещающее начиналось 10 с лишним лет назад. На Московском шоссе должен был появиться один из крупнейших бизнес-центров региона, площадью почти в 30 тысяч квадратных метров. В здании переменной этажности с эффектной башней планировалось разместить офисы, магазины и даже отель. Однако строительство шло не самыми быстрыми темпами. А в 2014 году под влиянием западных санкций грянул очередной экономический кризис. Почти готовый объект завершить и наполнить арендаторами не удалось. И десятки дольщиков, вложившихся в интерьер-холл, остались с носом. Ко мне регулярно и в общественную приемную общероссийского народного фронта, и в партию «Единая Россия» приходят предприниматели, которые говорят, что около 80 предпринимателей, которые вложили сюда денежные средства и, в общем-то, являются обманутыми, скажем так, инвесторами. А сегодня для нас очень важны инвестиции. И, конечно, для нас важно, чтобы бюджеты пополнялись и областной, и городской. При этом никак нельзя назвать это здание заброшкой. У него есть собственники. Однако они уже много лет все не могут договориться между собой о дальнейших действиях по вводу в эксплуатацию интерьер-холла. А между тем пустующий бизнес-центр активно ветшает. И странно, что дольщики игнорируют тот факт, что достройка с каждым днем становится все дороже. Хочется надеяться, что, может быть, городские власти обратят внимание на этот объект и помогут сдвинуть проблему с мертвой точки, чтобы крупный торгово-офисный центр начал приносить налоги, рабочие места, да и просто украсил один из главных въездов в столицу Верхней Волжи.